Доброго ранку, мы с Киева. Бомбарбия и эвакуация. Социальный проект в прямом эфире. Павел Головненко, Андрей Левкин в киевской студии. Доброе утро. Мы так часто говорили, что она расконсервируется, расконсервируется, и вот наконец расконсервировалась. Это я для себя просто речевую разминку с утра делал, и на самом деле все остальное не так уж и важно. Проект продолжается. С сегодняшнего дня мы продолжаем свои прямые включения, где-то порядка 4 часов прямого эфира, и все остальное время стриминга. Это разнообразные сюжеты, уже подготовленные нашими корреспондентами за рубежами нашей Родины. Мы стараемся объединить, помочь и проинформировать всех наших женщин и детей, наших девочек, которые выехали, и сейчас наиболее нуждаются в помощи и поддержке. Потеряли свои гнезда, так уж вышло. Сегодня мы начинаем с работы нашей западной курс-студии и передаем слово Владимиру Мартыненко. Володя, продолжай. Володь, привет. Спасибо большое. Владимир Мартыненко, Паша. Мартыненко. Мартыненко, Мартыненко, Мартыненко. Володь, доброе утро. Сегодня с места в карьер, без наших обычных каких-то мотивирующих друг друга и всех окружающих речей, поскольку я вижу, что у нас уже на связи корреспондент. Мы не будем отбирать у вас время. Студия «Захид». Приступайте. Спасибо большое. Мы тоже не будем его отнимать. Приступаем. Знакомьтесь, дорогие друзья. У меня сегодня в эфире Настя Ткачул, город Анталия, Турция. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что откликнулись. Настя у нас эксплат. Она давно проживает в Турции, в Анталии. И у нас сегодня тема, Андрей, тема у нас развлечения, как себя использовать в свое свободное время, хватает ли его или не хватает. Настя, давайте тогда с точки зрения уже как местного жителя города Анталии, еще и мамы, маленького ребенка, поговорим с вами о том, чем сейчас вы себя занимаете и что бы вы могли порекомендовать нашим вынужденным временным переселенцам, которые приехали в Анталию под временную защиту, все-таки порекомендовать что-то, чем себя занять, где себя можно занять. Давайте раскроем им такие возможности. Вы давно живете в Турции, Настя? Да, я живу в Турции с конца 2014 года. То есть я туда переехала сама и с тех пор начала уже осваиваться. Ну уже, соответственно, за это время я стала местной, я получила гражданство, вышла замуж, родила ребенка. Поэтому, ну, Турция это уже мой второй дом, можно сказать. Хорошо, а вот ради интереса, как быстро вы освоили турецкий язык, чтобы вообще уже свободно разговаривать? Шесть месяцев, год, менее? Смотрите, это такой вопрос, это лично зависит от каждого. Просто дело в том, что я переехала, я практически сразу познакомилась со своим мужем. Он не говорил ни на английском, ни на русском, поэтому, хочешь не хочешь, мне пришлось говорить, общаться с ним на турецком. И вот так, общаясь, общаясь сначала жестами через Google Переводчик, я начала понимать, что понимаю намного больше. Вот, то есть я учила язык в процессе общения. Потом я нашла работу, там тоже все говорили на турецком. Вот так постепенно, постепенно я не ходила на курсы, я не ходила, не читала книги, грубо говоря, по-турецкому, только в ходу общения. Но в Анталии, например, для всех, у кого есть ВНЖ, можно пойти на бесплатные курсы турецкого, они называются АСМЕК. То есть получаешь ВНЖ, записываешься на те курсы, и можно бесплатно изучать язык. То есть каждый может воспользоваться этими курсами. Эти возможности. Я так понял, мы сейчас темы касаться ВНЖ не будем, даже в следующем эфире с вами поговорим, если вы владеете этой ситуацией. То сейчас для украинцев, я читал, что существуют определенные квоты по городам, и украинцам, в принципе, в первую очередь дают возможность такую. Дают, дают, дают. Видное жительство там какое-то еще, временное видное жительство. Да, 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 для украинцев проблем никаких. Хорошо, Настя, давайте так. Вот у нас много переехало украиночек наших к вам в Анталию, с детками в том числе. Ну, вы как местный житель, посоветуйте, пожалуйста. Сейчас, понятно, люди находятся в ступоре каком-то, в растерянности. Все отдыхали, естественно, думаю, большинство отдыхали в Анталии. Но не в Анталии, а в Кемере, например, или в Белеке. В Анталии только прилетали, улетали. Какие есть возможности? Город-миллионник, мы знаем. Он очень огромный, очень красивый, есть масса всего. Давайте коснемся каких-то моментов досуга. Вот сейчас девушки находятся, допустим, в ожидании в ВНЖ. Либо там осваиваются первую, вторую неделю. Что бы вы им порекомендовали, на что обратить внимание? Вот, допустим, для мам с маленькими детками. Как у вас? Ну, смотрите, для деток здесь, в принципе, есть чем заняться, я бы сказала. Здесь есть разные развивашки, то есть различные клубы или какие-то мероприятия, устраиваемые, кстати, нашими девушками здесь, которые живут в Анталии. То есть и туда можно привезти своих деток, поиграть или позаниматься какой-то активностью. Например, в Анталии есть для деток огромный лунапарк. То есть он и для взрослых, и для детей там тоже очень много аттракционов, на которых можно покататься. Есть огромнейший, просто огромнейший, шикарнейший аквариум, в который, естественно, тоже можно сходить детками. Думаю, каждому будет интересно посмотреть на рыбок. Это туннельный аквариум, море. Море тоже никто не отменял. То есть сейчас уже погода замечательная в Анталии, солнце жарит, уже многие начинают купаться. Всё-таки так или иначе, но климат в Анталии, он замечательный, он полезен всем деткам дышать свежим морским воздухом. Поэтому в Анталии, например, возле моря очень классные парки, где можно гулять. В этих парках детские парки с разными аттракционами, где могут детки покататься. То есть Анталия вообще такой город идеальный для семей, идеальный для жизни с семьёй. Настя, может, вы назовёте парочку таких центральных, основных парков на их название вдоль узбережья или в центре города, где я обычно с детками отдыхаю, чтобы наши могли на слуху поискать их потом? Или мы могли поискать в интернете и в описании эфира приложить эти ссылочки? Смотрите, самый классный парк, который я люблю, находится прямо возле моря, называется Бич Парк. Бич Парк. Да, то есть это парк, который идёт вдоль такого большого куска побережья. То есть там и молодёжи очень много тусуются, потому что там много разных кафешек, ресторанов, но там очень хорошо, очень спокойно можно отдохнуть с детьми. Есть ещё один интересный парк, называется Боачай. Там тоже, ну, как бы обычный парк, зелень, там протекает река, мост. И там тоже есть очень много интересных, не то что развлечений, именно детских площадок, там очень крупные детские площадки для детей. И, кстати, этот парк находится тоже в районе, куда сейчас стараются ехать все украинцы, в русскоязычные районы. К сожалению, они дорогие, но тоже такое дело. И этот парк находится как раз рядом с теми районами, поэтому пусть знают, парк Боачай. Есть ещё очень классный парк Дюден. Он находится в другой части Анталии, в стороне Лары. То есть это тоже огромный парк с шикарным водопадом и с классными детскими площадками. Ну, а так вообще, в принципе, например, детские площадки здесь есть, ну, практически в каждом дворе. Они здесь везде, просто в каждом дворе, где-то лучше, где-то хуже, но они есть. Скажите, пожалуйста, тогда, Настя, ещё раз теперь давайте вопрос. Девушки, которые без детей приехали, девушки, женщины, чем себя занимать? Потому что понятно, что местность неизвестная, язык непонятен, всё, что может себе позволить, прогулка вдоль берега туда-сюда, но это только нам вводит каким-то, может, погружать в мысли грустные о доме. Где могут молодые люди, девчонки наши, сёстры, жёны, куда они могут пойти? Где они могут повстречаться с… Может быть, диаспора украинская где-то встречается постоянно? Может, какие-то есть места ещё? Да, смотрите, во-первых, по поводу украинской диаспоры здесь есть, украинская родына. Они как бы и волонтёрцем тоже, соответственно, занимаются. И если подписаться на их Инстаграм, они тоже очень часто какие-то встречи организовывают, например. Тут нет такого, да, чтобы куда-то пойти. Тут Антария, скажем так, город очень спокойный. Здесь нет каких-то, то слово, какой-то очень ярой активности. Здесь все живут размеренно, можно так сказать. Поэтому здесь в основном такие вот встречи организовываются непосредственно самими людьми. Например, если подписаться в Инстаграм на ту же украинскую родину, они там тоже часто устраивают какие-то встречи. Или подписаться на каких-то тоже местных блогеров, которые организовывают пикники, завтраки и так далее, где можно пойти, пообщаться, познакомиться с новыми для себя людьми. Я бы ещё очень посоветовала всем, наверное, сходить погулять в старый город Каличи. Там... Это очень красивое место. Это старый город. Оттуда, можно сказать, начиналась Антария. Там мало того, что очень красиво, там тоже есть классные какие-то кафе, рестораны, где можно посидеть, отдохнуть, какие-то интересные, очень необычные бары. Ну, это такое более для вечерней жизни, но днём там тоже классно. Ну, а вообще, конечно, здесь именно такие вот встречи организовываются непосредственно с самими людьми. Поэтому я бы посоветовала подписываться на блогеров, на местных, на, например, чаты в Телеграм есть, в которых тоже общаются сейчас украинцы, приехавшие в Анталию, и они организовывают разные встречи. Хорошо. Давайте, друзья, вот Настя такая, вот она открытый человек. Она очень по-настоящему... Чем она сейчас, как мама, занимается? Она ведёт Инстаграм-канал «Честная турецкая блогерша». Можете её найти anastasia.turk. Вот. И подписывайтесь на Настю, тогда я вам рекомендую. Здесь у неё есть 3600 подписчиков. Она раскрывает очень интересно Турцию с разных сторон. Настоящий экспат, мама. И можете, в принципе, я так думаю, что если вы, Анастасия, зададите вопросы здесь под этим видео, либо уже подпишитесь на неё, она вам поможет информацией, думаю, точно. Потому что девушка открытая и старается нам много чего рассказать. Настя, у нас ещё есть буквально несколько минут. Тогда давайте вернёмся. Знаете, что я бы хотел расспросить по ваш Телеграм-канал? Меня интересует. И вы здесь открываете такие моменты. Вот мне понравилось, что было первым, Турция или Индейка? Или да, что это за тема такая? Объясните нам всем. Это я в Инстаграме писала просто интересный пост. Мне очень заинтересовала эта тема, почему же Турция, Индейка, господи, я же сама путаюсь, начала называться по-английски «Тюрки». То есть турков это одно время очень обижало. И до того, чтобы буквально недавно официально поменяли название международное «Тюркей», уже не «Тюркета», а «Тюркее». То есть… Подправили чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть подправили, потому что так или иначе, это у нас, в России, в Украине, в наших странах у нас не ассоциируется «Турция» с Индейка, потому что это разные слова. Но там, где говорят на английском языке, где-то вот Европа, там, например, Америка, там есть ассоциации. Хорошо. Смотрите, еще один момент. Неделю назад буквально начался священный месяц для мусульман «Рамазан». Вы пишете «Рамадан», как в Турции называют его «Рамазан», и будет он длится до 2 мая. Тогда будьте добры, тем, кто приехал сейчас с нашим гражданам, может, выделите какие-то пару рекомендаций, как себя не стоит вести, как стоит вести, какие особенности в этом месяце. Может, что-то стоит, наоборот, посмотреть, пойти куда-то. Или сейчас все запрещено. Мы просто тоже не особо владеем этой культурой. Нет, нет. Турция, светское государство, здесь нет таких вот, да, каких-то ярых запретов. Единственное, что бы я, наверное, посоветовала именно в этот месяц, не ходить по улице, да, и не пить, не кушать. То есть если вы сидите в кафе, окей, это замечательно, вы можете кушать, вы можете развлекаться и так далее. Ну, вот, например, там в кафе, ой, не в кафе, там, в парках, на улице. Не надо, потому что сейчас очень много людей, в таком, более 50% турков держат пост. И, ну, просто исключительно из уважения к ним не показывать, да, что ты кушаешь. Вот. А если вы в кафе, то все замечательно, ничего не надо. Кстати, тоже посоветую сейчас, пока Рамадан, есть в Анталии один очень классный парк, Караолан, находится возле моря, и там сейчас во время Рамадана проходит очень классная ярмарка, где можно покушать, купить какие-то интересные сувениры, ручные поделки и так далее. Поэтому вот тоже место, куда можно сходить и провести свой досуг. Спасибо, Настя, огромное. Жаль, что у нас такой короткий эфир, но надеюсь, мы с вами что-то еще придумаем интересного. Анастасия Ткачук, турецкая, честная, блогерша. Анастасия.тур, находите в Инстаграм, мы еще ссылочку дадим в описании под этим эфиром. Настя, спасибо большое. Хорошего вам дня. Спасибо, другу, семье. До встречи, до свидания. Мир, давайте, до новых головы. До свидания.